Продолжение следует... Когда собрались прибалтийские народы, мой муж не выполнил приказ и подал рапорт на увольнение. Начиная с Полградской, Николаевской, Хыровской, Кировоградской, сейчас 25-й находится в Днепропетровске, все знают. Во всех этих частях он служит. Закончил он службу старшим офицером по боевой подготовке воздушно-десантных войск. Простыми словами, это зам командующего боевой подготовки. Он мог спокойно стать министром обороны, а не идя на фронт обычным комбатом. На то время, когда он пошел командиром, нельзя было долго ждать. У него им было принято решение любыми путями собрать батальон и встать на рубежах своей родины, чтобы защитить нашу страну. Мой муж всегда был против войны. Он стоял на Майдане между теми и теми, при этом владея всеми видами оружия. Он не пользовался этим, он стоял без оружия, чтобы предотвратить это кровопролитие. Потому что с одной стороны были его друзья, которые стояли на Майдане, а с другой стороны стояли его курсанты бывшие, которых он учил. Саша мой очень был доволен, что дети родились тогда, когда он был на пенсии. Он занимался с ним. Каждое утро у него были тренировки с ним. Саша тренировал не только своих детей, он тренировал и ребят из Могилянской академии, которые многократно к нему обращались. И это было безвозмездно, бесплатно. С Сашей у него был действительно восхитительным мужем. Таких, наверное, вообще не существует, наверное. Он мог встать ночью, к ребенку подойти. Я не знала, что такое пойти купить вещи. Я не знала, что такое пойти в магазин купить продукты. Это я чисто занималась только детьми и домом, хозяйством. А все остальное, добывание денег, обеспечение, все это лежало, конечно, на Саше. Мои дети учатся в школе экстернов. Учатся они так, потому что Максим у меня инвалид детства. Благодаря нашим врачам у него была ветрянка. И у него дало осложнение почки. И поэтому ему дали инвалидность. Мой муж был характерником. И поэтому мы считаем, что папа у нас в командировке. И мы с ним общаемся за допомогой с нами. Мы разговариваем с ним. Мы гуляем с ним. Он всегда вместе с нами. Он живой, он рядом с ним. Редактор субтитров А.Семкин